В наше время дефицит информации не проблема, а вот её переизбыток напротив сбивает с толку. И всё же есть люди, для которых прочесть книгу за ночь не фантастика, а самое обычное дело. Как утверждают специалисты, такой навык можно приобрести. Скорочтение — это прежде всего возможность сократить время получения информации, не потеряв при этом смысла. Существует множество методик, одна из них на концентрации внимания. Нияра — педагог-психолог по образованию. Занимается этой методикой всего два месяца. За это время прочитала столько книг, на которые раньше уходил целый год. Преподаватель уверена, что новые навыки помогут ей в работе. Я стала читать намного скорее. И помимо этого ещё предлагается ряд методик, различных на развитие психических процессов. Память, внимание, мышление. Скорочтением занимаются как дети, так и взрослые. У Надежды двое сыновей — Юсуф и Рифат. В школу дети ещё не ходят, но подготовка к учёбе уже началась. Развитию мальчиков могут позавидовать некоторые первоклашки. Интересно, что посещение курсов изменило даже характер братьев. Детки стали более внимательными. Они хорошо стали запоминать всё, что им стихи, чтение, когда слушают. Что касаемо буквы, очень хорошо изучили. То есть мы где-то, если вместе мимо проезжаем, то они любое слово могут прочитать. Прокачать умственные способности, обогатить словарный запас, улучшить память. Большая часть упражнений направлена на развитие обоих полушарий головного мозга. О скорочтении мы говорим, когда ребёнок или взрослый достиг техники чтения 200 слов в минуту. Тогда мы уже можем... Кстати, и дети даже начальной школы достигают такого уровня. Например, 3-4 класс вполне могут дойти до такого уровня и переходить на техники скорочтения. Что тренируется, то развивается. При этом учиться скорочтению можно и дома. Нужно всего лишь регулярно заниматься. А именно много читать, выполняя при этом нехитрые упражнения. Не проговаривать про себя текст, расширять поле зрения и уметь выделять главную информацию. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.